Привет, друзья! Я вот сдаю через три дня книгу, вот в издательство СТ, вы все знаете нашу Нелю Зарипову Литагента, привет ей. Значит, я написал такое предисловие. Это книга для тех, кто достиг понимания, что Homo sapiens означает «человек разумный», что Бог в человеке – это любовь, творчество, сопереживание, чувство бесценности живого, что счастье – это быть собой, а высшее счастье – быть собой и когда вместе. А здоровье – это духовно-физическая целостность. Эта книга даст качественный скачок в развитии тем, кто уже понимает, что не человек для упражнения, а упражнения для человека, что это инструменты самопознания, а значит развитие умственных, творческих, волевых, адаптивных и физических возможностей для достижения мечты и целей. Эта книга раскроет секреты использования творческого потенциала, энергии, страха и стресса для решения нерешаемых задач. Вы узнаете, как использовать собственные инстинкты самосохранения для открытия и созидания, для проникновения в понимание нового и изобретений. Вот вы представляете, что я додумался сделать? Раскрыть секреты использования творческого потенциала, энергии, страха для решения нерешаемых задач. Вот если, например, вы мечтаете на фоне ключевых приемов, если вы соединяете процесс мечтания с ключевыми приемами, происходит реализация желаний на основе возникающего при этом согласования психических и физиологических процессов в направлении достижения целей. Вот интересно теперь, вот вчера с Орокиным разговаривал, с Николаем Александровичем, он сказал, а чем мечты отличаются от целей? Интересный вопрос, правда? Вот чем глубже проникновение, определение понятий, которые кажутся нам само собой естественные, как будто мы это понимаем. Но вот глубина проникновения в понимание зависит от жажды истины, а не от величины головы. Юмор. Глубина проникновения зависит не от величины, а от жажды истины. Юмор. Юмор. До встречи, друзья. А вот еще вот картина. Я сейчас жду нашего дорогого, уважаемого искусствоведа. Я как раз-таки ее вот дорисовываю, велосипедисты, которые я для Нодара в Беридзе делаю, которые эстафету добра несет по планете. Ну и вот скажет, что мне искусствовед. И вы что скажете? Где там что добавить, что переделать? Может быть, облачка какие, может быть, прическу не такую развивающуюся, может быть, колеса и солнце там каким-то образом по-другому, потому что там колеса как часы я сделал, а солнышко, ну, все это соединяется в целое. Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. И пишите, как понятно ли я изложил в начале своей книги слова введения. До встречи.